Внедрение новых технологий в аграрном секторе, расширение дополнительных посевных площадей, а также рациональное использование водных ресурсов, служат непрерывному обеспечению рынков качественной сельскохозяйственной продукции. В частности, за 9 месяцев текущего года объем выращенной бахчевой культуры составил свыше полутора миллиона тонн. Это больше, чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021. Шухрат Шакиров продолжит тему. Выращивание сельхозпродукции. Процесс сегодня строится на более эффективных подходах на основе современных методов и научных достижений, что обеспечивает не только повышение ее объемов, но и качество. Живые витамины на прилавках, рынках и торговых комплексах круглый год. Растут и доходы, работающих на земле. Кстати, активны не только фермерские, тахканские хозяйства, но и владельцы приусадебных земель. Согласно данным, за истекший период текущего года в Бухарской области выращено сельхозпродукции на 22 трлн 898 миллиардов сумм. Только бахчевых культур в регионе выращено почти 123 тысячи тонны. Пользуясь возможностями, созданными руководителем страны в области сферы сельского хозяйства, достигнуты большие успехи. В частности, эффективно используются и приусадебные земли населения. На более чем двух тысячах гектарах были размещены бахчевые культуры, которые дали добрые урожаи. Направляются как на внутренний рынок, так и на экспорт. Кроме этого собрали 233 376 тонн картофеля, более 674 500 тонн овощей, 224 950 тонн фруктов, свыше 186 тысяч тонн винограда. Для их надлежащего хранения организовали резервные складные помещения. И на основе определенного плана продукция доставляется на внутренний рынок. Нашему оптовому рынку областным хакимятам было дано поручение создать резерв продукции для зимнего сезона. Мы, получив кредит в размере двух миллиардов сумм, заготовили в частности более 2000 тонн картошки, 1500 тонн моркови, свыше 1000 тонн лука. Согласно данным, годовая потребность населения Сардаринской области в мясе составляет 38 тысяч тонн, в молоке 353 тысячи тонны, в яйцах более 235 миллионов штук, в моркови без малого 30 тысяч тонн, в картофеле 84,5 тысяч тонн, в растительном масле почти 11,5 тысяч тонн. В этом году объемы всех этих видов продукции превышены. В нынешнем году в области на основе пяти предприятий созданы производственные мощности по переработке 41 тысячи тонн фруктов и овощей в год, один агрологистический центр на 8 тысяч тонн, а также две холодильные камеры хранения на 2 тысячи тонн продукции. В Сардаринской области запланирована заготовка резерва сельскохозяйственной продукции в объеме 14 130 тонн. До сегодняшнего дня этот показатель составил 10 720 тонн, для чего подготовлены 49 вот таких складов для ее хранения. Кроме этого, в районах и городах нашей области организованы ярмарки, на которых сельскохозяйственная продукция реализуется населению по доступным ценам. Определенный объем сельскохозяйственной продукции направлен на экспорт, другая часть на переработку и внутренний рынок. Очень хорошая продукция, да и цены приемлемые. Все есть в достаточном объеме. Большой выбор. Мы, покупатели, очень довольны этим. Словом, в данных регионах заготавливается необходимый резерв сельхозпродукции, что позитивно отражается на стабильности цен на рынках.